Мы вынуждены привлечь внимание к очередному случаю бесчеловечного издевательства над усыновленным американскими приемными родителями ребенком из России, приведшему к его гибели. Речь идет о трехлетнем Максиме Кузьмине, который родился 9 января 2010 года. По версии Американской службы соцзащиты, Максим погиб 21 января этого года в доме усыновителей в результате жестокого обращения со стороны приемной матери, ее фамилия Шатта. При осмотре на теле ребенка были выявлены многочисленные повреждения головы и ног. В ходе вскрытия патологоанатомы обнаружили повреждения брюшной полости и внутренних органов, которые могли быть вызваны сильным ударом. Кроме того, усыновители регулярно давали Максиму сильнодействующее антипсихотическое средство Риспердал, обычно применяемое при лечении шизофрении у взрослых пациентов. Повторим, речь идет о трех летнем ребенке. Рассчитываем, что в случае подтверждения данных фактов в ходе следствия, за которым в российском посольстве Вашингтоне и МИДе России будут крайне внимательно следить, виновные в смерти мальчика понесут заслуженное суровое наказание. В очередной раз вынуждены констатировать, что Государственный департамент США, в отличие от местных властей округа Эктор, никак не помог нашим консульским представителям в выяснении причин нового летального случая с российским ребенком в США.